Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Я приветствую всех, кто нас смотрит. И вот о чем расскажем в этом выпуске. А был ли мальчик или точнее инвалид? Свидетель драки на Старом Базаре рассказал в суде свою версию событий. Щадящая хирургия. Барнаульские врачи под руководством столичных специалистов провели уникальную операцию. 160 тысяч гектаров таежного леса и всего 6 инспекторов. Национальный парк Салаир нуждается в охране. Начнем выпуск с новости об одном из самых резонансных преступлений последнего года. Драки на Старом Базаре. В суде Центрального района прошло заседание с тем самым инвалидом, из-за которого якобы завязалась потасовка между компаниями Рохлова и Старцева. О том, что Павел Рохлов пытался защитить так называемого инвалида, говорили многие очевидцы. Скажем сразу, фото и видеосъемку на заседании запретили, но там была наш корреспондент Ирина Корчагина. Передаю ей слово. А был ли мальчик или точнее был ли инвалид с тростью? Задавались мы таким вопросом, глубже погружаясь в историю драки на Старом Базаре. На этом самом месте в июле прошлого года погиб барнаулиц Павел Рохлов, который, по словам очевидцев, бросился защищать так называемого инвалида с тростью и впоследствии получил смертельный удар от экс-боксера Михаила Старцева. Накануне в суде Центрального района прошло заседание по этому делу. На него пришел, пожалуй, один из самых важных свидетелей, Дмитрий Лопатин. Молодой человек, которого все называли инвалидом. Сам Лопатин на суде заявил, что инвалидом он не является, чувствует себя вполне здоровым человеком и, что важно, о помощи в тот вечер он никого не просил. В ту ночь с 26 на 27 июля 2020 года Дмитрий Лопатин приехал сюда, чтобы отдохнуть с бутылкой вина. Рядом находилось несколько компаний, в том числе семья Рохловых и компания Михаила Старцева. Известно, что в ту ночь Дмитрий Лопатин приглашал на танец сестру Светланы Рохловой, а позже переключился на другую девушку Лилию Врагушину, которая находилась в компании Михаила Старцева. Дмитрий хотел с ней познакомиться, но получил замечание от Михаила Старцева. Далее Лопатин достает из машины деревянную трость с каучуковым наконечником. Важный момент. Она когда-то была ему нужна для передвижения после ДТП, но после просто лежала в багажнике. Этой тростью он начинает размахиваться, несколько раз ударив Старцева. Между ними завязывается драка. В какой-то момент к этой потасовке присоединяется компания Рохловых. По словам Дмитрия Лопатина, погибший Павел Рохлов ударил Лилию Врагушину, после чего последовал удар от Старцева. Роковой удар. Если подытожить, то сам Дмитрий Лопатин признался, что в ту ночь он был навязчивым, но не собирался ввязываться в драку. И в то же время Михаил Старцев уверяет, что намеренно никого не хотел убивать, а просто нанес удар с целью самообороны. В любом случае, Михаилу Старцеву теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть Павла Рохлова. Мы обязательно продолжим следить за этой историей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим выпуск. В Барнауле провели уникальную для нашего региона хирургическую операцию. С помощью прокола пациенты установили специальный зонд, через который он сможет нормально питаться. Прежде мужчина из-за злокачественной опухоли уже практически не мог есть даже жидкую пищу. Прежде такую помощь оказывали только в Москве и приближенных к столице регионах. Но вот сегодня алтайские врачи под руководством московских успешно переняли методику. Далее слово Валентине Аскеровой. На операционном столе пациент с диагнозом рак пищевода. Из-за патологии мужчина не может питаться естественным путем. Организм ослаб, сильно похудел. Потребовалась гастростамия. Установка специального зонда, через который в желудок будет поступать питательная смесь. В Барнауле такое вмешательство обычно проводят открытым способом. Но сегодня пациенту посчастливилось. Его оперирует московский хирург, да еще и щадящим методом. Современная методика пункционной гастростамии, без разрезов выполняемая. Это всего лишь, по сути, один прокол. Делается под местной анестезией и контрольным рентгенологическим оборудованием. Ставится в желудок непосредственно на трубку, чтобы пациент мог питаться. И начиная с завтрашнего дня пациент может получать полноценное питание, как все мы, но только жидкой пищей. Операция длится не дольше 20 минут. А через 3-4 дня пациент уже живет жизнью практически здоровых людей. А после разреза организм восстанавливается не один месяц. Самое главное – малоинвазивный, то есть щадящий способ позволяет избежать различных осложнений. В Москве устанавливать зону через прокол начали с 2015 года. Но вот за Уралом этого никто не делал до сих пор. А ведь такая помощь весьма востребована. Пациентов с инсультами и онкобольных немало. Те, которые к нам приходят, у нас раз в неделю, две, двое обязательно есть. Это те, которые до нас доезжают. Барнаульские врачи первыми рискнули освоить новый метод, несмотря на то, что стоимость расходников для каждой операции приличная. 30 тысяч рублей – расходы берет на себя регион, саму же процедуру проводит бесплатно. Но по оценке столичного хирурга, уже в скором будущем в Барнауле смогут проводить до 50 подобных операций ежегодно. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. И сегодня же в Барнауле чествовали лучших алтайских медиков. Победителям профессионального конкурса вручили денежные премии от 55 до 120 тысяч рублей. Конкурс профмастерства на лучших специалистов со средним медицинским образованием в регионе проводят уже 9 лет подряд. Но в прежние годы его победители получали лишь дипломы и грамоты. В этом же конкурсантам-победителям предоставлена возможность принять участие во всероссийском профильном конкурсе. И они поощрены материально. За третье место призеры получили 55 тысяч рублей, за второе – 75, за первое – 120 тысяч рублей. Когда ты видишь выздоровевшего, благодарного пациента, это и есть самая высшая награда. Работать очень тяжело. Но когда ты видишь их взгляды, видишь улыбки, ты начинаешь понимать, что, начинаешь ощущать свою значимость. И тебе придает просто это сил справляться дальше. Отметим, среди награжденных медики из разных уголков края – это не только медсестры, но и фельдшеры, а также лаборанты. Медицинских работников с их профессиональным праздником поздравил главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Бурнаула, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Перегончук. Ни одно лечебное учреждение, будь это фельдшерско-акушерский пункт, участковая больница, многопрофильное или федеральное лечебное учреждение не сможет работать без медицинских сестер. Пандемия еще раз показала, с какой ответственностью и профессионализмом работают медицинские сестры, спасая жизни больных. Как руководитель федерального учреждения считаю, что назрела необходимость повышения статуса медицинских работников, и в том числе медицинских сестер, через механизмы профессионального образования, оплаты труда, регламента труда и отдыха, социальную поддержку. Все в комплексе должно работать на повышение престижа профессии. С праздником вас, дорогие медицинские сестры! В Барнаульском аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы. Работы ведут в дневное время, но графику вылетов и посадок это не мешает, сообщает официальный сайт правительства края. Сейчас здесь фрезеруют старое полотно и укладывают новый асфальт. К началу июня планируют отремонтировать участок в 15 тысяч квадратных метров. А сегодняшнего дня волонтеры будут помогать жителям Барнаула, а в первую очередь пожилым, проголосовать за благоустройство одной из территорий краевой столицы. В этом году горожанам предстоит выбрать из 39 объектов только два. Их и начнут благоустраивать следующей весной. Многофункциональный центр на Ленина 6, торговые центры Пионеры Гэлакси, именно здесь и расположились волонтерские точки. Здесь всегда многолюдно, а цель волонтеров не только рассказать о голосовании за объекты, но и помочь принять в нем участие. Все в интернете, а так как у нас пожилые наши граждане не сидят в интернете, ну, за исключением, они не знают. То есть в любом случае мы информируем и, конечно, благодаря волонтеров мы соберем большее количество голосов. Сегодня уже достаточно большое количество обращений, порядка 30 человек, за пару часов работы волонтеров уже подошли и проголосовали. Помогать будут 40 волонтеров. Работать они планируют и в будние, и в выходные, вплоть до 30 мая, последнего дня голосования. Кстати, жители Барнаула активно голосуют уже с 26 апреля. По состоянию на сегодня город Барнаул занял лидирующие позиции по Алтайскому краю, проголосовало порядка 7 тысяч человек. Лидеров несколько, конечно, есть. Это очень много голосов было отдано из-за парк юбилейный, и за набережную, и за аллею Абонессова. Напомню, способов голосования несколько. В личном кабинете на портале госуслуг, на единой платформе голосования, опять же, через этот портал, ну и с помощью волонтеров по номеру телефона. Кстати, в этом году голосование проходит значительно раньше, чтобы за лето успеть составить проектно-сметную документацию, а к концу года найти подрядчика. А уже весной следующего приступить к благоустройству. Татьяна Голубева, Николай Шилко. День с толком. Татьяна Голубева, Николай Шилко. Как говорят общественники, что борются с распространением смертоносных веществ, в Наукограде все намного хуже, чем в Барнуле. Реклама на каждом шагу. Это видео прислал общественник Дмитрий Симонков. Он сам и закрашивает надписи. В последнее время, буквально за месяц, за последний, очень много появилось надписей таких. Нашу молодежь вовлекают в употребление, в распространение. Основная проблема в том, что надписи появляются на школах и рядом с ними. Дети – целевая аудитория наркоторговцев. Они еще не до конца понимают последствия употребления и не знают, в кого превращают человека синтетические наркотики, пришедшие на смену опийным. Вот, пожалуйста, здесь надпись. Со школы тоже дети идут. Все это на виду. Общественники просят, если вы видите подобные надписи, самостоятельно закрашивайте и обращайтесь в Роскомнадзор для блокировки интернет-порталов, каналов и пабликов. А мы напоминаем, наркозависимость ежегодно уносит жизни около 70 тысяч жителей России. Причем треть из них – молодые люди до 30. Андрей Дриер. День с толком. К другим темам. На 50 водоемах края полностью запретили охоту на боровую и водоплавающую дичь. Иными словами, там нельзя больше стрелять уток или селезней даже в период действия разрешения на охоту. Об этом сегодня во время брифинга рассказал руководитель управления охотничьего хозяйства региона. Озеро Степное, Ситниково и еще несколько десятков других, а также реки Бурла и частично Аллеи – теперь эти объекты в списке водоемов, недоступных для охоты. Это связано с необходимостью сохранения спокойствия дикой птицы в местах ее гнездования. Это места гнездования, носитки или отдыха, водоплавающей, миграционной дичи. Кроме того, мы ограничили охоту на селезня утки следующим методом. Разрешалась охота только с использованием живой подсадной утки, манной так называемой. Такие, в принципе, ограничения дополнительные мы выводили. Сегодня в крае официально насчитывается около 68 тысяч охотников, но не все выбираются за добычу весной. При этом наш регион весьма популярен среди охотников из других регионов – Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Два браконьера получат срок за незаконную охоту на территории национального парка Салаир, который был создан в крае меньше года назад. Правонарушителей гораздо больше, говорят сотрудники нацпарка. По их мнению, для эффективной защиты особо охраняемой территории нужно увеличивать штат инспекторов. Об этом и других проблемах Салаира расскажет Анна Рашагирова. Национальный парк Салаир раскинулся на сотни километров. В его составе несколько районов – Заринский, Тогульский, Ельцовский и Салтонский. А это больше 160 тысяч гектаров дикого леса. Головной убор и резиновые сапоги – это обязательный наряд того, кто отправляется в тайгу. Ну и, конечно же, специальная техника, без которой многочасовые пути просто невозможны. Но, поверьте, все это стоит того, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть это. Природа просыпается, и вся тайга усыпана разноцветным ковром. Цветут медуницы, хохладки и ветреницы. Правда, буйство красок в тайге продлится всего несколько дней. Канды, к примеру, уже сдает свои позиции. К слову, это одно из 26 краснокнижных растений, которые есть только на Салаирском кряже. Все из-за климатических особенностей. Черновую тайгу не случайно называют дождевым тропическим лесом. Сразу после стаивания снега эти растения моментально поднимаются из почвы. Потому что они развивались, они не замерзали, они жили под снегом. Луковица, кандыка, например, жила, и она быстро дает проросток, отцветает. А всего через пару недель вы приедете на эту территорию и не узнаете ее. Здесь будет стоять вот такая трава, сплошной стеной, через которую продраться будет невозможно. И под такой травой уже никакие цветы просто не смогут вот такие невысокие обитатели. С прогревом земли здесь легко можно встретить змеи, лосей, кабанов и прочих хозяев леса. Они не очень гостеприимны, но с удовольствием приходят к местным кормушкам, пока никто не видит. И для чего я делаю, то понятно, в чем-то облегчить жизнь животным, но это не самое главное на самом деле. Как может с первого взгляда показаться. А это нужно для того, чтобы их сконцентрировать здесь. И чтобы им не хотелось отсюда уходить. Больше 20 домиков появилось и для птиц, синиц и гоголей. Красота дикая, редкая, но не все хотят ее исключительно созерцать. Здесь нередко беспредельничают браконьеры. За этот год инспекторы нацпарка завели два уголовных дела. Приезжие из Кемерово охотились на лосей. В Тогульском районе, вот недавно это было, то, что забой был самки, вот, и у нее два эмбриона. Уже практически готовые на свет появиться. И вот они без зазрения совести ее умертвили и разделали все. Алексей Равковский профессионально защищает природу несколько лет. Сначала работал в Тогульском заказнике, теперь в Салаире. Говорит, самая большая беда для особых природных территорий – люди. Многие в поисках легкой добычи кощунственно относятся к ней. Пресекать браконьеров – задача инспекторов. Но на 160 тысяч гектаров их всего шестеро. Штат в идеале нужно расширить до 36 человек. Но все упирается в финансовый вопрос. Денег не хватает. Но действующие инспекторы, что в итоге работают от зари до зари, не унывают. Это именно общение с природой – это самое приятное. Потому что можно собраться со своими мыслями здесь. Вообще подумать обо всем. Ну и вообще воздух здесь разряженный, чистый. А теперь вглядитесь в эти картины. В Черновой тайге, там, где должны быть основными деревьями кедры и пихты, ценных пород осталось крайне мало. Причина – беспощадная рубка золотодобытчиков еще в 90-х годах. Именно тогда появилась задумка создать национальный парк, чтобы сохранить тайгу с ее уникальной экосистемой. Ученики местной Тогульской школы помогают в этом нелегком деле. Здесь выращивают более тысячи маленьких кедров, которые потом высадят в Салаире. А в нем еще столько неизведанного. Поговаривают, что есть даже пещеры древнего человека. Их поиском намеренно озадачиться в ближайшее время. Анара Шагирова, Николай Шилко. День с толком. Сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников у Роза Байрам. Он посвящен окончанию поста, который, к слову, гораздо строже, чем у христиан. Днем запрещено есть любую пищу, пить, курить, заниматься любовью. А вот ночью делать все это не возбраняется. Накануне праздника верующие должны простить друг другу обиды. Они также подают милостыню нуждающимся. Утром праздничного дня отправляются в мечеть на молитву. В прошлом году из-за пандемии торжества по всему миру были закрытыми. В этом, по крайней мере, на Алтае рекомендаций отмечать праздник исключительно дома не было. Молитва прошла с разрешения и с рекомендациями Роспотребнадзора. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его еще раз напомню. 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Для нас это очень важно. Ну а далее о погоде. До встречи.